Сегодня, 17 августа 2012 года, в здании Хамовнического суда должен прозвучать приговор для Пусси Райт. В общественном мнении уже звучат слова «Страстная пятница». Пожалуйста, с трояшей части, все в сторонку отойдите. Я хочу здесь постоять. Ребята, ребята, правилам пользования Трульского собора. Мужчинам нельзя было одеваться в женское, а сейчас мы живем по средневековым правилам. Поэтому сейчас я тоже нарушаю закон. Я абсолютно уверена в том, что это продолжение раскола между той, я бы сказала, такой люмпенской, необразованной, мракобесной Россией, которая есть, и людьми, которые выросли в более-менее осмысленный средний класс и хотят жить в нормальной стране, не уезжая никуда от собственной Родины. И я бы на месте Путина, если бы я вдруг там оказалась, я бы просто вот в любом решении прекратила это безобразие, потому что нельзя раскалывать страну. Он это делал, и призывая нас умереть под Москвой, там, или их, и назначая халманских из Нижнего Тагила, там, полпредом. То есть заигрывать с люмпенами бесконечно нельзя. Прилучается вот то, что получается сейчас. И вот этот вот процесс – это лишняя доказательность того, что это очень сильно углубляется. Мы имеем как раз политическую систему, которая принципиально не реагирует на сигналы извне. Теория в двух словах выглядит таким образом, что какое-то время эта система находится в равновесии, но в какой-то момент от любого локального прокола она обваливается полностью. То есть система реагирующая, она локальные всякие проблемы решает, ну, как бы немедленно, потому что есть обратная связь. Система, не реагирующая, может обвалиться от чиха. Вот так работает СПИД. Как бы, да, вот у человека перестает работать иммунная система, он может простудиться и умереть. Вот похоже, что мы сейчас проживаем именно этот момент. Мы видим, как из-за какой-то вот ерунды, да, мышка бежала, хвостиком вильнула, да, яичко упало и разбилось. Вот мы из-за какой-то ерунды, система может просто полностью вся обвалиться. Это территория Москвы. И все чрезвычайные положения подписываются, визируются. Мэра Москвы нету. Парень, парень, пропусти ее. Пропусти ее. Лучше просто сделать, что это не без закона, парень. Пусти, пропусти. Если назвать произошедшее у хамского суда адским трэшем, это значит не сказать ничего. Людей хватали просто так, люди в форме. Не представляясь, хватали жестко и болезненно. Пропустив к суду Сергея Удальцова, его тут же повязали дюжи и двуногие овчарки. Чуть позже животные в погонах схватили и Гарри Каспарова, уволокли его в автозак, где и избили. Православно-показательные избиения чемпионов мира по шахматам, похоже, становятся в России будничным явлением. А что еще может предложить алчущий отмщению упырь? Только Мочилова. А в самом эпицентре судилища шли неторопливые похороны российского правосудия. То, что Фемида сдохла, было понятно и раньше. Но сегодня она завоняла так, что тошно стало не только гражданам России, но и Питеру Габриэлу, Бьорк, Мадонне, Стингу и сэру Полу Маккартни, вступившимся за Пусси Райт. Месть была холодной и расчетливой. Путин, возможно, даже смотрел прямую трансляцию Реа Новостей, рыгая в экран от удовольствия. Жаль, что он не видел картины происходящего в двухстах метрах от суда. Каковы, на ваш взгляд, последствия дела Пусси Райт в России? Экскалация протеста, недовольство общества, властью, непризнание людьми молодыми этого государства, несогласие с ним, с его принципами работы, желание устроить революцию. А сколько вам лет? 26. И вы желаете революции? Да. Я хочу, чтобы власть ушла и чтобы сменилась система, чтобы в стране возникла политическая конкуренция, чтобы все по-другому работало. Свободу пусть не рай! 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 Отчаянная девушка, забравшись на забор рядом с турецким посольством, вызвала восторг собравшихся. К ней тут же устремились верные псы Вовочки, нарушив границу Турции и демонстрируя готовность взять вместе с протестующей целый Стамбул. Изнасилование мертвой Фемиды еще и некрофилия. И это также зачтется Путину и его вертухаем. Вопрос, когда в чашу общественного терпения упадет золотая последняя капля. Это что, христианство, что ли? Это инквизиция! Это инквизиция! Это инквизиция! Это инквизиция! Явился святой инквизитор! Наконец-то! Дожили! Это безобразие, которое здесь называют приговором. И это суд, который называют судом, который судом не является. И приговор не является приговором. А это позорнейшее судилище. И совершенно у меня просто нет, скажем так, ни одного положительного момента об этом суде, который я могла бы вспомнить. Здесь даже суд не пытался имитировать какое-то подобие хотя бы правосудия. Здесь все было очень жестко, очень неправосудно и очень гадко. Только что прозвучал приговор Пусси Райт. Два года. Два года реального срока. Вы слышите, что творится у меня за спиной. Кто-то уже плачет, кто-то просто кричит позор. В стране, где установлена поистине фашистская хунта, нельзя рассчитывать на правосудие, потому что оно замещено исполнением приказов. Главный заказчик может радоваться. Он отомстил. Но таким образом он сам себе подписал приговор. И больше может не рассчитывать на милосердие. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин. Телеканал «Политвестник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова